Есть ли в этом зале хоть кто-то, кто считает, что хотя бы один израильский араб доволен жизнью в стране, в которой закон о возвращении применяется только к евреям? Кстати, если бы сегодня не было закона о возвращении, и я бы завтра утром предложил в Кнессете законопроект, слово в слово повторяющий этот закон, знаете, как бы меня назвали? Не я написал закон о возвращении, это сделал Бен Гурион. Он применяется только к евреям. Согласно уставу Еврейского национального фонда, общественные земли могут арендовать только евреи. Я написал устав Еврейского национального фонда. Я жду, когда по поводу устава Еврейского национального фонда выскажутся раввины Гордон, Браун, Баскин, Лернер, Вайс и так далее. И, конечно, ваш раввин. Есть ли в этом зале хоть кто-то, кто считает, что хотя бы один израильский араб рад петь свой национальный гимн? А какой у него национальный гимн? Что является национальным гимном арабов Израиля? Атиква. Представьте, как его переполняет гордость, когда он встает под звуки слов «Бьется душа еврея». Его сердце просто разрывается от гордости, когда наступает кульминационный пункт гимна. Надежда двух тысяч лет. Слезы бегут по его щекам, когда он думает, как мечтала моя бабушка, чтобы после двух тысяч лет евреи наконец-то вернулись домой. Атиква означает «надежда». Но для араба это кошмар. Есть ли в этом зале хоть кто-то, кто думает, что хотя бы один израильский араб в День независимости выбегает на улицу и празднует собственное поражение? Презрение к арабам невероятно. Араб считает, что это его страна. Он считает, что она вся его. И он считает, что мы воры. Он считает, что Кахан и вор, и ваш Рави тоже вор. Разница в том, что Кахан и честный вор, а Морт, впрочем, неважно. Вот в чем проблема. И мы должны посмотреть ей в глаза. Потому что через 10 лет будет кровавая гражданская война внутри Израиля.